Всем привет! Вы на канале Советы Стоматолога, и сегодня по вашей просьбе мы разбираем очередную пасту от Асепты, которая называется кофе и табак. Сразу же мы видим, что эта паста интенсивно отбеливает зубную эмаль и препятствует образованию налета. И тут же я скажу, что ни одна паста не может отбелить зубы и избавить вас от темного налета, особенно если вы курите. Так или иначе, он будет появляться, и его количество в первую очередь зависит от качества чистки зубов щеткой и нитью. А паста играет такую второстепенную роль, а лучше всего бросать и курить. Ниже тоже идет такая забавная надпись, защищает от негативного воздействия кофе и табака. Я, конечно, понимаю, что они под этим подразумевают образование налета и неприятного запаха, например. Но забавная потому, что, например, у курильщиков со стажем есть высокие риски появления онкологии в полости рта. И, конечно, ни одна паста от этого не защитит. А это тоже можно считать негативным воздействием табака в полости рта. Поэтому красивым надписям, пожалуйста, не верьте. На задней поверхности перечислены основные действия. Паста удаляет налет, осветляет окрашенные участки зубной эмали, способствует укреплению зубов и десен, нейтрализует негативные последствия курения в полости рта. Вот, как я уже сказала, сухость и запах. Подходит для ежедневного применения. Не содержит лауреусульфат натрия и антисептика. Массовая доля фторида – 1000 единиц. С тем, что паста подходит для ежедневного применения, я бы поспорила, так как паста отбеливающая. Индекс абразивности здесь, ну вот на упаковке он нигде не написан. Он составляет здесь 120 единиц. Это достаточно много. И на каждый день пасту я бы не рекомендовала. На один-два раза в неделю может быть, но не каждый день. И, кстати говоря, в прошлом обзоре на асепту я уже говорила, но кто его не смотрел, тут есть такие несостыковки. На сайте, если вы зайдете и почитаете описание пасты асепта, что у этой, что у реминерализации, которую мы с вами разбирали, там написано, что пасты не содержат еще и парабенов, а в составе они здесь есть. И здесь это тоже не указывается. Вот, в чем прикол, я не знаю. Ну, да ладно. И двигаемся дальше. Здесь нам производитель дает описание основных компонентов. Высокоактивные полирующие частицы эффективно удаляют стойкий налет с поверхности зубов и придают блеск, не повреждая эмали. Растительный фермент папаин расщепляет минеральный матрикс на зубных отложениях и препятствует их повторному образованию, сохраняя белизну зубов. Эфирное масло лимона оказывает отбеливающее действие и нейтрализует неприятный запах в ротовой полости. Тор усиливает процессы реминерализации зубов и формирует резистентность к образованию кариеса. Экстракт аира и калиоцитрат укрепляют десны, снижают повышенную чувствительность десен и зубов. И это вся информация, которая здесь есть, поэтому давайте перейдем к составу. После воды идет диоксид кремния, это абразит, за счет которого паста имеет очищающие свойства. Дальше идет кокамидопропилбетаин, это ПАФ с низким фактором опасности, именно он заставляет пасту пениться. Тут же мы видим ксилит, который является таким противокариозным компонентом. Цитрат калия снижает чувствительность зубов повышенную. Бетаин снижает негативное действие поверхностно-активных веществ, стабилизирует пену, а также устраняет сухость и ускоряет процессы регенерации, тоже с низким фактором опасности. Дальше идет динатрия пирофосфат и тетракалия пирофосфат. Они используются в пастах как стабилизаторы кислотности, улучшители консистенции, а также препятствуют образованию зубного камня и помогают в очистке зубов. И пирофосфат тетракалия имеет средний фактор опасности. Дальше идут экстракт аира и алоэ, про них мы тоже читали. Лаурилосаркотинат натрия, это ПАФ еще один, который тоже заставляет пасту пениться. Дальше идет монофторфосфат натрия, это действующее вещество для укрепления зубной эмали. Цитрат цинка помогает предотвратить образование зубного камня, подавляет рост бактерий, вызывающих неприятный запах изо рта. Имеет средний фактор опасности, но в допустимых концентрациях считается безопасным. Дальше мы видим диоксид титана, он придает пасте белый цвет. Натрия, карбоксиметил, целлюлозы, это стабилизаторы и загуститель с низким фактором опасности. Про папаин мы уже читали. Дальше, как я уже сказала, идут вот эти парабены, натриеметилпарабен и пропилпарабен. Это консерванты со средним фактором опасности. Сахринат натрия, это подсластитель. Ксантановая камедь, это еще один стабилизатор и загуститель. И масло лимона, про которое тоже читали. Также тут есть способ применения. Нанести небольшое количество пасты на зубную щетку, чистить зубы 2-3 минуты, проплоскать рот водой. Но 2-3 минуты для хорошей чистки зубов очень мало, поэтому чистим всегда дольше и не забываем про зубную нить. И это вся информация, которая здесь есть. Мне не очень нравится, что здесь нет рекомендации по использованию пасты детьми. Можно или нет, с какого возраста. Нет того, что пасту нельзя проглатывать. И другой, на мой взгляд, полезной информации. А теперь откроем пасту и заглянем внутрь. Тут есть такой вкладыш с обзором продукции Асепта. И вот здесь написано, что Эрда, у этой пасты 120 единиц. И теперь сама паста. Паста выглядит вот так. Защитная мембрана на месте. И паста вот этого обычного белого цвета. Вот и весь обзор. Кто пробовал эту пасту, поделитесь впечатлениями в комментариях. Пока что на сегодня все. Всем спасибо и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok